Блогер Наталья Ширяева В КПРФ мне хочется встать к доске и преподать урок. Поделился как-то со мной сотрудник юридического отдела Думы. Что красные, что желтые полосатики на каждом комитете несут какую-то дичь. Сегодняшнее обсуждение бюджета области не стало исключением. Я бы даже сказал, что крайне перед пленарным заседанием комитет был особенным по концентрации безумия опов. Я понимаю, что все мы немного одурели от социальной дистанции, масок и дефицита мероприятий, но все-таки губернская Дума — это не арена цирка. Цирк — остановка и дальше. Кстати, а что для жителей Самарской области сделали красные, помимо развлекательного контента? Нет, ну серьезно. Вот они орут, орут, что-то там заявляют, с кем-то судятся. А что на выходе? Хочется дел, а не трепа. В паблике «Город Тольятти» соцсети ВКонтакте рассказали, что в Тольятти у памятника солдатки открыта мемориальная композиция «Письма с фронта». Она стала частью монумента «Ожидание солдата», автором которой является народный художник Зураб Церетелли. Композиция представляет собой скульптуру в виде треугольных писем, которые граждане нашей страны отправляли на фронт и получали с войны от родных и близких. Проекты «Ожидание солдата» и «Письма с фронта» реализованы при поддержке и участии областного правительства, мэрии Тольятти, фонда духовное наследие имени Жилкина и благотворительного фонда имени Семизорова, ректора Тольяттинского госуниверситета. Тольяттинцам композиция понравилась. Интересный памятник, хорош своей небанальностью, не 115-й танк. Можно абстрагироваться от темы войны и просто использовать как фон для фотографий. В Тольятти очень мало интересных памятников, а этот нравится. Он вызывает, кстати, ассоциацию с сырными дырками у парка Гагарина в Самаре. Субтитры создавал DimaTorzok